Доброе утро, вы смотрите Вести. Путь длиною в сто лет. Республиканская национальная газета Черкесск Хэку отметила свой юбилей. В честь такого события в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялся юбилейный вечер, который собрал гостей, в числе которых известные журналисты, писатели, ученые и представители общественных организаций. Такой юбилей – это не только дань уважения к прошлому, но и большой стимул для будущей работы, позволяющей продолжать развитие качественной журналистики и поддерживать связь с читателем. Пусть наша газета всегда живет. Вот с созданием республики фактически и образовалась газета, из которой мы узнаем все новости на родном языке. Я желаю, чтобы работа продолжалась, чтобы наша молодежь училась на журналистов, которые будут высокопрофессионально знать и работу свою, и родной язык. Школьница 5-й гимназии Черкеска Алина Махова заняла второе место в финале историко-просветительского проекта «История в деталях». Проект направлен на историческое просвещение молодежи в возрасте от 15 до 18 лет. В рамках мероприятия ребята прошли квест «Уроки истории» в экспозиции «Битва за Москву». Далее прогноз погоды. А в 9.30 смотрите «Вести» на карачаевском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, ночью в горах с мокрым снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах 0,5, а днем 12-17 градусов тепла и местами до плюс 10. В Черкесске ночью небольшой дождь, днем бессущественных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 15-17 градусов тепла.